С момента начала специальной военной операции в зону боевых действий из Пронского района было мобилизовано порядка 300 человек. Среди них есть погибшие. Символ уважения и благодарности тем, кто отдал своей жизни за мирное будущее России. Так называют местные жители вот этот обелиск погибшим бойцам СВО. Все очень хотели, что был этот мемориал, сделали его очень красиво, очень интересно. Мемориал как живой человек. Слова соболезнований и благодарности родственникам и особенно родителям, воспитавших таких детей, которые свою жизнь отдают за нас с вами. И за вас, и за меня в том числе. Это они герои все, которые здесь лежат и которые сейчас находятся на СВО. И им честь и слава всем. Установить памятник погибшим бойцам СВО предложили родственники военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции. Инициативу поддержала местная администрация и правительство Рязанской области. Проект разрабатывали около двух лет. Общая его стоимость порядка двух с половиной миллионов рублей. Самое главное то, что необходимость этого памятника, она наболела. Потому что с инициативой выходили в течение полугода родственники погибших военнослужащих. И, в общем, это, скажем так, совместное решение. Родственников погибших, администрации района, администрации города, в том числе при поддержке губернатора Рязанской области, было сооружено этот памятник не только в память о тех, кто погиб, но и для того, чтобы ныне живущие просто подошли к этому памятнику и подумали, как мы живем, что мы делаем. Памятнику отвели место на Аллее Славы местного кладбища. Скульптором обелиска выступил Олег Седов. По задумке автора образ мемориала собирательный и представляет собой бойца в полной военной выкладке. За его спиной разорвался снаряд. Отведя руки назад, солдат заслоняет нас от опасности ценой собственной жизни. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».